Большой привет всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем пользователям YouTube, которые смотрят мой канал. Это Вероника. У нас сегодня будет очередная серия пустых баночек. Надеюсь, что вам понравится, надеюсь, что вам будет полезно. У нас осталось совсем немного средств в моей коробке, так что давайте приступать к нашему размусыварис. Короче, подошел к концу, наконец-таки, тональный крем от Cargo. Cargo CC крем. Я считаю, это самый лучший продукт, который я пробовала за последний год-два в плане тональных средств. К нему безумно хочется вернуться. Единственный минус, ну, лично у меня для него, это его аромат. У него очень странная душка, но она скорее такая какая-то вот косметическо-аптечная. То есть она не сладкая, неприятная, невкусно пахнет, еще такая вот обычная, она быстро смывается. Но как он лежит на лице, какое с ним фантастическое лицо. Эффект абсолютной ненакрашенности, при этом безумно люксовой ухоженности от всей души вам советую. Он белого цвета, при контакте с кожей он превращается, подстраивается под ваш оттенок. Там есть три оттенка, темный, светлый и средний. Я пользовалась средним, но вы поймите, это тот средний, который берет, захватывает как бы несколько оттенков, да. То есть это не то, что там вот как мы привыкли, тональный крем 1, 2, 3, 4, 5, 6 оттенок, да. А вот здесь этот вот медиум, это от второго, от даже первого до четвертого, как бы. То есть он подстроится под ваше лицо и будет смотреться очень красиво. Здесь маленький объем, поэтому если использовать его постоянно, его хватит, наверное, месяца на 2-3, не больше. Но средство волшебное, великолепное, просто от всей души вам советую попробовать, если вы еще не пользовались. Следующее, что я выбрасываю, это продукт от Benefit. Это у нас What's Up называется средство. Это кремовый хайлайтер. Он наносится таким вот непонятным каким, какой-то фигней. Вот, он в принципе хороший, яркий достаточно, но я не люблю кремовые текстуры. Это первое. И во-вторых, у него абсолютно отвратительный запах для меня. Я не знаю, как это объяснить. Он пахнет, знаете, чем? Химическим мороженым пломбир. То есть такой вот запах, так бабушки иногда пахнут. Ну, я безумно люблю марку Benefit. У них классные девичьи продукты. Но вот этот вот, этот запах я просто не могу. Плюс он у меня все время смазывает тоналку. Происходит всякая фигня. В общем, пользовалась, пользовалась. И поняла, что есть у меня другие сейчас аналоги. И неохота мне этим вообще заниматься. Поэтому как бы летит все в помойку. Следующее, что закончилось, Axe Dark Temptation. Ну, на самом деле, я немножко халтуря. Это не совсем мой продукт. Это продукт молодого человека. Вот. Но дело в том, что он как бы не особо отягощает себя походами по магазинам. Поэтому, в общем-то, все, чем он пользуется, в основном покупаю ему я. Да. Вот. Я безумный фанат линейки Axe. Я та самая девушка, которая падает просто к ногам мужчины, когда он моется Axe и пользуется Axe. Мне кажется, это фантастические, даже не мужские, а женские запахи. Потому что я сама обожаю пользоваться им в душе. Конечно, не на каждый день. Я это делаю вечером обычно. Потому что днем этот запах все-таки очень сильный. Он прибивается с ароматом духов. И получается какая-то такая бойбаба. Знаете, с мисс Диор Шири, которая попахивает Axe. Немножко странно. Но на ночь я очень люблю. Я вообще фанат мужских ароматов. Я пользуюсь мужскими ароматами. В общем, вообще я, наверное, мужик. Но Axe Dark Temptation это просто фантастическая штука. Сладкий, насыщенный, древесный аромат. Просто супер. Обожаю. У них, конечно, классная упаковка. Все очень здорово. Так что очень сильно люблю. Следующее, что я выбрасываю, это продукт от Schwarzkopf. Тафт, объем, жидкость для укладки. Что могу сказать? В принципе, этим средством можно достигнуть объема. Но я люблю средства для объема на основе такого легкого коллагена, которые создают скорее видимый объем. Такой, точнее, даже невидимый объем, а эффект плацебо. Они слегка приподнимают ваши волосы. Но волосы очень гладкие, струящиеся и послушные. Это же средство представляет собой практически жидкий лак для волос. И получается, что мало вы его нанесете, много вы его нанесете. У вас корни головы, корни волос, корни головы, корни волос превращаются в такую стоячую херню. И как будто бы каркас на башке, то есть волосы, они прям вот так вот по вам двигаются. Вообще не советую и просто жесть. Вот использовала третья, старалась хоть как-то с ним поработать, но никак, просто никак. Вот даже последнее видео я снимала, ну не последнее, да, крайнее последнее видео для этого, для All Things Hair Russia. Там я использовала спрей от Tony & Guy 3D Volumizer. Он тоже напоминает жидкий лак, но он более легко концентрированный. И даже если его нанести много, волосы хорошо держат объем, но не такие склеенные, как после Дафта. Так что вот вообще не советую. Следующее, что у меня закончилось, это легендарнейший продукт от марки L'Occitane. Это их shower oil, знаменитейшее их масло с миндалем. Я считаю, это один из самых прекрасных ароматов, которые только придумывали. Это запах миндаля, это запах чего-то такого сладкого, теплого, обволакивающего, безумно нежного. Это средство абсолютно не летнее. Я люблю его приобретать на зимний период, потому что оно очень классно питает кожу. Это такая вот эмульсия, которая очень-очень нежно очищает. Я люблю с этим средством брить ноги, подмышки и прочие как бы места. И вообще кожа после него очень-очень приятная. Так что обратите внимание, классная вещь. Следующее, что я выбрасываю, это будет TIRIT Professional. Гель для устранения и профилактики засоров. Мне кажется, что все женщины, которые носят прическу с волосами, так или иначе частенько заходят в отдел бытовой химии и покупают средства для прочистки труб. Потому что наши трубы забиваются обязательно раз в месяц, потому что клоки моих волос, которые успевают пролезть сквозь сеточку, они забивают просто все к чертям и все очень плохо. Поэтому вот TIRIT у нас закончился. Сейчас купили что-то другое, но как профилактику. И когда я вижу, что вода в ванне начинает уходить похуже, заливаю пол бака как бы 20 минут, промываю и можно пользоваться ванной еще месяц. Очень люблю. Также у меня закончилось мыло для рук от DAV. Красота и уход. Оригинальная версия, без всяких вкусовых добавок. Самый-самый-самый стандартный DAV, который я очень сильно люблю, который мне очень нравится. Прям обожаю его. Вот. Что еще у меня закончилось? Закончилась паста Блиндамет. Блиндамет 3D White Lux. Это вот как раз таки серия не про, а это обычная серия их какая-то. У меня называется антитабак свежесть. Косметическое отбеливание. Приятная паста, она не сильно отбеливает. Ну, такая, знаете, ежедневная, хорошая, симпатичная паста. Здесь очень приятный запах мяты. Он такой не лютый, не дерзкий, а очень нежный, очень приятный. В общем, супер-супер. Мне понравилось. Докончила до конца. Следующая паста, которую я выбрасываю, это вообще моя любимая паста. Я люблю себя радовать пастами для малышей, как я их называю. Люблю вкусные пасты. Это мой несомненный фаворит. Это паста сплет. Называется она отбеливающая зубная паста Dream с клубникой. Мятная клубника она называется. Ну, это безумно вкусный запах. Я люблю по вечерам ей пользоваться, по утрам я люблю больше пользоваться мятными версиями, чтобы посильнее освежить дыхание. А вот вечером я люблю эту клубничную. И ты ложишься спать, и ты такая прям сладкая клубничка. Мне сразу вспоминается детство. Вот эти вот пасты с дракончиками. Очень классные. Я безумно люблю марку сплет. Они просто молодцы. Вот эту пасту я всегда покупаю. Она у меня всегда есть в ванне. Следующее, что у меня вот здесь закончилось, это были вот такие вот маски. Ну, это одна маска, а две маски от Sephora. Я их хочу показать еще в новинках, потому что маски для лица, патчи под глаза это новинки. Очень приятные масочки, достойные. Мне понравилось, что в отличие от корейских масок, здесь очень лояльный состав и нет ощущения липкости после использования маски. Патчи интересные. Я о них подробнее расскажу в новинках. Они представляют собой именно тканевые патчи, не силиконовые. Они достаточно быстро, минут за 25-30 полностью высыхают на глазах. Очень приятные, нежные, достойные увлажнения. В принципе, пользоваться можно, поэтому каждый раз, когда будете там где-нибудь в Sephora, присмотритесь. Следующее, что я выбрасываю, дезодорант DAF. Да, я знаю, что просто меня многие считают уже флагманом марки DAF на YouTube. Но, честно, я не сотрудничаю с маркой DAF, и я сама покупаю все эти продукты. Я их безумно люблю. DAF Invisible Dry. Отличный дезодорант, который не пачкает ни цветную, ни белую, никакую одежду. Супер, хорошо спасает от пота. Приятно, нежно пахнет. Он пахнет не оригинальной версией DAF. Оригинальный у меня сейчас закончился, но тоже его очень люблю. И следующее, что я выбрасываю, это вот такие вот капсулы для стирки. Я в последнее время люблю чередовать порошки и капсулы. В капсулах фишка в том, что их нельзя использовать, когда вы стираете с предварительной стиркой, потому что основной компонент капсулы весь расползется и не успеет простирать белье. А если вы используете стандартную стирку, то очень даже неплохо. Мне очень нравится Tide Go Pats, который именно с ароматом, с прикосновением Lenore. Здесь такой цветочек. Там еще есть какая-то альпийская свежесть или что-то. В общем, в принципе, Tide это одни из моих самых любимых порошков. Я на порошках особо сильно не заморачиваюсь. Я пользуюсь Tide, Persil и иногда пользуюсь Mif, потому что с детства я люблю этого веселого Майдадыра. Это прямо какой-то мой персонаж реально из молодости. У них тоже есть очень прикольная линейка, там какая-то весна или что-то. Но вот эти капсулы я тупо заезжаю в магазин OK, ищу, что у них на неделе есть со скидкой. Вот, например, вчера мы заехали в магазин OK и купили там эти капсулы за 160 рублей 15 штук. Это достаточно дешево для этих капсул. Вот, так что ищите по скидкам, по акциям, можно найти полезные штуки. Большое вам спасибо за просмотр. Это была ваша Вероника. Надеюсь, что вам было интересно посмотреть мои пустые баночки. Напишите, пожалуйста, свое мнение о данных продуктах. Использовали вы их, не использовали. Очень рада была видеть вас на своей страничке. Желаю вам отличного настроения. Пока-пока!